Я не хочу олицетворять Винчунь. Винчунь это только имя, и если вы делаете Винчунь личным, то у вас получится то, что получилось у Брюса Ли. Его джеткундо это скроенный костюм, который может одеть только он, а его ученики пытаются продать его костюм абсолютно всем. Это то, что часто происходит. Например, если вы изучаете Винчунь Леун Тинга, то это означает, что вы должны двигаться как Леун Тинг. Я не называю свою систему Винчунь своим именем, Эмина Бостепа. Винчунь это то, что я преподаю, это инструмент, который помогает моим ученикам найти свою середину, узнать, кто они, всегда быть в равновесии и научиться уважать всех. Это единственный путь заработать уважение к себе. Кремин Бостеп это настоящий талант в сфере боевых искусств. Над ним смеялись и издевались в школе, но он не падал духом и стал лучшим. Я никогда не хотел драться, я дрался лишь потому, что был чужаком или, например, вышибалой в разные моменты моей жизни. И странным образом это научило меня доброте, потому что я выжил и выиграл все эти бои. Это дало мне огромную силу. Я тогда понимал, что если я ударю, то человек будет в нокауте. Осознание этого и внутренняя уверенность означали, что я могу быть дружелюбным ко всем, кому захочу. Он пробовал себя в тэквондо, карате, муатай в боксе и борьбе, но, открыв для себя венчунь, а также филиппинскую систему боя эскрима, окончательно решил изменить свое направление. Его стиль ведения боя очень подходил для уличной драки, но сам он всегда предпочитал обходить их стороной, ведь он знал, что может отправить любого соперника в нокаут с одного удара. Добро пожаловать снова на канал на связи. Не забывайте ставить лайки, оставлять свои комментарии и подписываться на канал, если это видео вам интересно. Жмите на колокольчик, чтобы не пропускать ни одного моего выпуска, а также подписывайтесь на мой инстаграм и телеграм. Спасибо всем тем, кто поддерживает канал, особенно тем, кто помогает мне финансово, ведь это помогает развивать качественный контент. Сегодня мы поговорим о человеке, который всю свою жизнь посвятил изучению боевых искусств и добился нереальных результатов и нужного авторитета. Большинство инструкторов боевых искусств не затрагивает эмоциональную сферу в людях. Но я это делаю. Для меня и Винчунья из Крима всего лишь физика, и они в основном помогают как инструмент общения. Я называю Винчунь искусством физики, как использовать свое тело согласно законам физики природы. Эмин Бастеп, всемирно известный мастер Винчунь. Данный стиль китайского ушу является одним из самых распространенных в мире и славится большим прикладным значением. Это направление боевых искусств считается наиболее подходящим для людей, не обладающих мощным физическим развитием. При этом относительная простота и отсутствие внешних эффектов делает Винчунь достаточно привлекательной системой самозащиты из ныне представленных. Не секретом является и то, что особую популярность данный стиль получил благодаря легендарному Брюсу Ли, который начал свой путь в боевых искусствах именно с этого направления. Брюс Ли был один из тех немногих всемирно известных людей, целиком посвятивших себя боевому искусству. Эмин родился 17 июля 1962 года в Турции. Он был вторым ребенком в большой турецкой семье. Спустя некоторое время семья принимает решение переехать и перевести всю свою семью в Германию. Когда Эмин впервые пошел в школу в Германии, он стал неким изгоем. Изучение боевых искусств стало необходимым для мальчика, так как за себя постоять ему частенько не удавалось. Изначально с ним занимался отец, а позже Эмин начал посещать бойцовские секции. Я из тех людей, кто любит свободу. Всю мою жизнь меня давили. И я был мишенью для расовых предрассудков. И даже сейчас расизм в бизнесе моя проблема. И если ты становишься кем-то особенным, обычные люди начинают ревновать. Я люблю мир, люблю пространство. И я в конце концов хочу людям дать их пространство. К слову, Бастепе довелось провести более 300 уличных поединков. И что самое интересное, ни одного из них он не начал первым. Похоже, действительно, он сильно не нравился окружающим. Активно заниматься боевыми искусствами Эмин Бастеп начал с 1976 года в возрасте 14 лет, интересуясь именно прикладной эффективностью единоборств. И выбирая то, что наилучшим образом подходило для уличной драки. Но переворотным для него стал 1980 год, когда он посетил мастер-класс по венчунь от Кейта Кернсшпехта в Германии. Этот стиль ведения боя сразу приглянулся молодому парню. Бастеп понял, что это именно тот стиль, который подходил ему на все 100%. Эмин начал активно постигать азы венчунь, а Кернсшпехт стал его главным сенсеем. В 1986 году у Бастепа состоялся конфликт с традиционным мастером кунг-фу венчунь Уильямом Ченгом. Этот случай вызвал огромное разногласие в широком сообществе кунг-фу. Те, кто считает себя мачо и всегда демонстрирует себя другим, обычно неуверенные в себя люди, и они внутри как маленькие дети. Поскольку Уильям Ченг был старшим мастером, он не мог принять вызов неизвестного человека. Но Эмин, а эти китайские традиции совсем не волновали. Он пришел на семинар грандмастера Ченга и напал на него прямо при всех учениках. Он окликнул его при всех учениках и сказал, «Вы оскорбили память Брюс-Али моего кумира. Вы сказали, что Брюс-Ли плохой боец, и вы могли бы его побить. Прямо сейчас ты при всех за это ответишь». Ченг попытался отказаться от боя, но все попытки были счетны. Эмин предупредил его о том, что через 5 секунд он начнет свою атаку. Сделав обман и маневр, он атаковал ноги мастера и свалил его на пол, где добил локтями. После этого Ченг отключился. После того, как Эмин одержал победу над мастером Ченгом, впоследствии он основал свою собственную систему обучения Винчунь – Эбмас. Школа Эмина действительно прославилась и набрала хорошую репутацию. После этого случая годы упорных и планомерных тренировок лишь укрепили Эмина в этом направлении. В последние 25 лет Эмин Бастеп является профессиональным инструктором по Винчунь. Тренирует элитарные армейские и полицейские подразделения, а также группу по освобождению заложников, в том числе 4-й батальон американского морского корпуса. Его семинары по сей день пользуются большим спросом в Европе, Америке и Канаде. А сам мастер в свои 57 лет поддерживает хорошую физическую форму. Если я вижу энергию, силу, это меня восхищает. Если люди преданы своему делу, то неважно чем они занимаются. Это меня делает счастливым. Это моя работа, это та причина, почему я здесь, то что сделало меня известным. Он пробовал себя в тэквондо, карате, муатай в боксе и борьбе, но открыв для себя Винчунь, а также филиппинскую систему боя эскрима, посчитал, что данные виды наиболее подходящие для реальной самозащиты. После разногласия и разрыва с Кернс Шпектом, он понял, что настоящая работа только началась. Теперь он сам себе лидер, возглавляющий свою собственную систему Эбмос. У него ученики в 30 странах мира. Эмин Бастеп, настоящий самородок, настоящий талант в сфере боевых искусств. На этой ноте, друзья, если вам понравилось видео, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии об услышанном и не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропустить не менее интересный выпуск. Жмите на колокольчик, чтобы всегда вовремя к вам приходили уведомления о выходе новых видео на канале. А также не забывайте подписываться на мой инстаграм и телеграм. Увидимся в следующих выпусках, берегите себя, удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok